Чистый Android 8.1 из коробки, 3.32 гигабайт памяти, плюс полноценный лоток на 2 сим-карты и карту памяти, европейская вилка из коробки, отличная камера и аккумулятор на целых 4000 мА, что ощутимо больше чем в смартфоне Mi A2 без приставки Lite. Очень доступный ценник и конечно же дань моде в виде челки сверху, хотя мне лично не очень по душе эта мода. Но елки палки, по-моему это будущий хит продаж. Итак, Mi A2 Lite. Распаковка и первые впечатления. Поехали! Привет, меня зовут Андрей, вы на канале Smart Plus. Друзья, так как это не полный обзор, а лишь первое знакомство, вы пишите в комментариях, что вам было бы интересно узнать о этом смартфоне и в полном обзоре, который не заставит себя ждать, я буду отвечать на ваши вопросы по данному девайсу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Для начала коробка. Ух, напоминает старые добрые времена, еще со времен Redmi Note 3. В таком же стиле выполнено. Ведь коробки современной серии Redmi имеют некоторые отличия. Открываем ее, тут нас встречает сам смартфон и на его пленке уже видим краткие технические характеристики. Сзади тоже наклейка и вау! Что же мы видим? Это ход конем от Xiaomi. Наконец-то они начали ставить нормальные лотки. И сейчас спокойно можно юзать версию 3.32 гигабайт и в случае чего расширить память не в ущерб второй симке. Не знаю как вам, а мне нравится этот тренд. Дальше открываем коробку и... и все что ли? Я тоже вначале так подумал. А нет, Xiaomi предусмотрели тайник. Это типа коробка в коробке. Открываем ее, а тут у нас чехол и краткая инструкция. И да, этот тренд с чехлами мне тоже нравится. Еще бы стекло клали или клеили пленку, как Honor и Huawei, была бы вообще песня. Скрепка тоже есть, вот под кабелем microUSB. Да-да, не спешат они с Type-C разъемами. Включаем смартфон, ну и самое время снять пленку. Где язычок? Xiaomi не дают легких путей пользователям, разве что сзади. Ну и вот этот красавчик во всей красе. Извините за тавтологию. Корпус у нас металл и пластиковые вставки в лучших традициях Xiaomi. В руке сидит просто восхитительно и не скользкий, как по мне. Особенно если вы оденете чехол. Но за счет этих скруглений держать удобно и приятно. Большим пальцем дотягиваясь до края экрана без усилий. А к верхнему краю разве что так. Корпус черный, потому и маркий. Но есть и другие расцветки, а где, что и почем, смотрите в описании. Сразу смотрим версию Android. Сейчас это 8.1. Конечно, обновляться ему еще предстоит долго. Так что любители голого Android должны быть в восторге. В качестве процессора тут старый добрый Snapdragon 625. Если вы берете смартфон не для того, чтобы играть на ультрах в PUBG или танки, и вам хватит низких или средних, то есть играть на нем тоже можно, то... Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Потому что этот проц очень энергоэффективный. Из батареи 4000 мА я гарантирую, что вам на день активного использования будет хватать с головой. А если вы не смартфонный задрот или инстаграм-маньяк, то проживет и того больше. Даже два дня будет вам выдавать. Проверено со времен Redmi 5 Plus. Там такой же проц и батарея. Камера, как видите, двойная. В стиле моего советского удлинителя. Ой, эээ, Redmi Note 5. Ой, да все они на одно лицо. Спасибо, десяточки. И основной модуль должен радовать. За эти деньги даже очень. Тут Sony IMX 486. Я чуть дальше покажу примеры фото и видео. О более детальном в полном обзоре. Сканер, как мы видим, сзади на привычном месте. И вопросов по его работе, конечно, нет. Все уже давно привыкли к отличной работе сканеров у Xiaomi. Так, ну а что там по звуку из внешнего динамика? Ожидаемо он не хуже и не лучше серии Redmi. Динамик очень порадовал. Я тестирую на песни от Катюши Перри. Слышу и басы, и все остальное. В полном обзоре запишу на качественный микрофон. Кстати, видео в кайф смотреть на этом экране. Как видите, монобровь по дефолту обрезает края. Но с одной стороны острые края, а с другой скругленные. Ох уж это мода, эти тренды. Сразу же вставил наушники, благо тут есть 3.5 миниджек. Там звучок радует, но громкость не особо. Подробнее в полном обзоре, чтобы не затягивать распаковку. Может вы знаете, есть еще смартфончик Redmi 6 Pro. Так вот, они по начинке идентичны, за исключением оболочки. И бэндов LTE он чуть меньше поддерживает. Потому, если вам нужен MIUI, смотрите в его сторону. Правда, глобалочки, по-моему, еще не только кастомы. В MI A2 же голый андроид. Тут даже без вопросов, он для нашего рынка. И вот какое дело. Старшая версия MI A2 имеет классный процессор Snapdragon 660. Но батарея там всего 3010 мА. И вы знаете, я, наверное, отдал бы предпочтение более автономному MI A2 Lite. Хоть и проц у него слабее. Но он, скажу я вам, и чуть более энергоэффективнее, даже чем Snap 660. Но это такое, кому-то нужна производительность. Интересно ваше мнение? Пишите в комментариях. Из хотелок я, пожалуй, ставлю момент из ролика об опыте использования Redmi Note 5. Что бы еще хотелось? NFC, Type-C, PC, CC. Стоп. Замечтались. Заговорились. Да, друзья, тут нет NFC и разъем хотелось бы уже Type-C. Но это маркетинг. Хотите все это, покупайте более дорогие модели. А сейчас, как и договаривались, смотрим примеры фото и видео. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь проверим видео возможностей и звук. 1, 2, 3, 1, 2, 3, как меня слышно? Электронная стабилизация выключена. Качество Full HD. 4К не поддерживает. И проверка автофокуса. Перефокусируется довольно-таки быстро. Перейдемся также только со стабилизацией. Электронная стабилизация за счет кропа. Конечно же, качество может чуть-чуть падать, но... Это свойственно такому типу стабилизации. Вот так снимает камера в хорошем свете. Подписывайтесь на канал. Всем добра, удачи и хорошей техники. А с вами был Smart Plus. До скорого и всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok